Равнодушный ко всему на свете, кроме красоты, райский покорялся ей до рабства, был холоден ко всему, где не находил ее, и груб, даже жесток ко всякому безобразию. Он только оскорблялся ежеминутным и повсюдным разладом действительности с красотой своих идеалов и страдал за себя и за весь мир. Он верил в идеальный прогресс, в совершенствовании как формы, так и духа сильнее, нежели материалисты верят в утилитарный прогресс, но страдал за его черепаший шаг и впадал в глубокую хандру, не вынося даже мелких царапин близкого ему безобразия. В один такой час хандры он лежал с сигарой на кушетке в комнате Татьяны Марковны. Бабушка, не сидевшая никогда без дела, с карандашом поверяла какие-то принесенные ей Савельем счеты. Перед ней лежали на бумажках кучки овса, ржи. Марфинка царапала иглой клочок кружева, нашитого на бумажке, так пристально, что сжала губы, и около носа и лба у ней набежали морщинки. Веры по обыкновению не было. Райский случайно поглядел на Марфинку и засмеялся. Она покраснела и поглядела на него вопросительно. Какую ты смешную рожицу сделала, сказал он. Ну, слава богу! Улыбнулось красное солнышко, заметила Татьяна Марковна, а то смотреть тошно. Он вздохнул. Что вздыхаешь-то? На свете, что ли, тяжело жить? И так тяжело, бабушка. Уже ли вам легко? Полно бога гневить. Видно, в самом деле рожна захотел. Хоть бы и рожна. Да чтоб шевелилось что-нибудь в жизни, а то настоящий гроб. Прости ему, господи, сам не знает, что говорит. Эй, Борюшка, не накликай беду. Не сладко покажется, как бревно ударит по голове. Да-да, помолчавшись, с тихим вздохом прибавила она. Это так уж в судьбе человеческой написано. Зазнаваться. Пришла и твоя очередь зазнаться. Видно, наука нужна. Образумит тебя судьба, помянешь меня. Чем же бабушка рожном? Я не боюсь. У меня никого и ничего. Какого же мне рожна ждать? А вот узнаешь, всякому свой. Иному дает на всю жизнь. И несет его, тянет точно лямку. Вон, Кирилл и Кириллыч. Бабушка сейчас бросилась к любимому своему способу. К примеру, богат, здоровехник, весь век хи-хи-хи да ха-ха-ха, да жена вдруг ушла, с тех пор и повесил голову. Шестой год ходит, как тень. А у Егора Ильича у меня нет жены. Стало быть, и опасности нет. А ты женись. Зачем? Чтоб жена ушла? Не все жены уходят. Хочешь, я тебя посватаю? Нет. Благодарю. Придумайте для меня другой рожон. Судьба придумает. Да сохрани тебя, Господи. Полно накликать на себя. А лучше вот что. Поедем со мной в город с визитами. Мне проходу не дают, будто я не пускаю тебя. Вице-губернаторша, Нила Андреевич, княгиня, вот бы к ней. Да уж и к бесстыжей надо заехать, к Полине Карповне, чтоб не шипела. А потом к ткупщику. Это зачем? После скажу. Зачем Марфинка-бабушка везет меня к ткупщику, не знаешь ли? У него дочь невеста. Помните, бабушка говорила однажды. Так верно, хочет сватать вам ее. Вот она сейчас и догадалась. Спрашивает тебя. Везде поспеешь, сказала бабушка. Язык-то стал у тебя востер. Сама и не умеешь, что ли, сказать. Э-э-э, вот что. Хорошо, озеваясь, сказал Райский. Я поеду с визитами. Только с тем, чтобы и вы со мной заехали к Марку. Надо же ему визит отдать. Татьяна Марковна молчала. Что же вы, бабушка, молчите? Заедем? Полно пустяки говорить. Напрасно ты связался с ним. Добра не будет, столк у тебя собьет. О чем он с тобой разговаривал? Он почти не разговаривал. Мы поужинали и легли. А денег? Еще не просил взаймы? Просил. Ну, так и есть. Ты смотри, не давай. Да я уж дал. Дал! Жалостно воскликнула она. Вы, кстати, напомнили о деньгах. Он просил сто рублей, а у меня было восемьдесят. Где мои деньги? Дайте, пожалуйста, надо послать ему. Борис Павлович, не я ли говорила тебе, что он только и делает, что деньги занимает? Боже мой! Когда же отдаст? Он сказал, что не отдаст. Она заволновалась, зашевелилась так, что кресло заходило под ней. Что же это такое? Говори, не говори. Он все свое делает, сказала она. Из рук вон. Дайте же денег. Ты оброк, что ли, ему платишь? Ему есть нечего. А ты кормить его взялся, есть нечего. Всех не накормишь. Восемьдесят рублей. Татьяна Марковна нахмурилась. Нету денег, коротко сказала она. Не дам. Если недобром, так неволей послушаешься бабушке. Вот деспотизм-то заметил райской. Что ж, велеть, что ли, закладывать коляску? Спросила помолчавшая бабушка. Зачем? А с визитами ехать? Вы не делаете по-моему, и я не стану делать по-вашему. Сравнил себя со мной. Когда ж курицу яйца учит? Грех, грех, сударь. Странный человек. Необыкновенный. Все свое. Не я. А вот вы так необыкновенные женщины. Да чем же это, батюшка? Скажи на милость. Как чем? Не велите знакомиться с кем я хочу. Деньгами мешаете распоряжаться, как вздумаю. Везете, куда мне не хочется, а куда хочется, сами не едете. Ну, к Марку не хотите? Я и не преневоливаю вас, и вы меня не преневоливаете. Я тебя в хорошие люди везу. А мне они не хорошие. Да что ж, Маркушка хорош? Да, он мне нравится. Живой, свободный ум, самостоятельная воля, юмор. Да ну его! С досадой прибавила она. Едешь, что ли, со мной к Мамыкину? Это еще что за Мамыкин? Откупщик, у которого дочь невеста вмешалась Марку. Марфенька, поезжайте, братец. На той неделе у них большой вечер. Будут звать нас. Тише прибавила она. Бабушка не поедет. Нам без нее нельзя. А с вами пустят. Сделай бабушке удовольствие. Поезжай, прибавила Татьяна Марковна. А вы сделайте мне удовольствие. Не зовите меня. Чудной, необыкновенный человек. Я ему сделаю удовольствие, а он мне нет. Ведь под этим удовольствием кроется замысел женить меня. Так ли? Ну, хоть бы и так. Что ж за беда? Я ведь счастья тебе хочу. Почему вы знаете, что для меня счастье жениться на дочери какого-то Мамыкина? Она красавица, воспитана в самом дорогом пансионе в Москве. Одних бриллиантов тысяч на восемьдесят. Тебе полезно жениться. Бабушка, взял бы богатые приданные, Зажил бы большим домом, У тебя бы весь город бывал, Все бы рыболепствовали перед тобой, Поддержал бы свой род, связи, И в Петербурге не ударил бы себя в грязь, Мечтала почти про себя бабушка. А вот я и не хочу рыболепства, Это гадость, бабушка. Я думал, что вы любите меня, Пожелаете чего-нибудь получше, поразумнее. Чего же тебе? Рожна, что ли, в самом деле? Я тебе добра желаю, а ты... Хорошо добро. Ни с того ни с сего взять чужие деньги, Бриллианты, да еще какую-нибудь Галендуху Парамоновну в придачу. Нет, не Галендуху, А богатую и хорошенькую невесту. Ох, вот что, необыкновенный человек! Толкать человека, жениться, На ком не знаешь, на ком не хочешь. Необыкновенная женщина! Ну, Борюшка, не думала я, Что из тебя такое чудище выйдет. Да не я, бабушка, а вы чудище! Ах, почти в ужасе закричала Марфенька. Как это вы смеете так называть бабушку? А она меня так назвала? Она постарше вас, она вам бабушка. А что бабушка? Вдруг обратился он к ней. Если бы я стал уговаривать вас выйти замуж. Марфенька, перекрести его, Ты там поближе сидишь, Заметила бабушка сердито. Марфенька засмеялась. Право, шутил Райский. Ты буфонишь, А я дело тебе говорила, Добра хотела. И я добра вам хочу. Вот находят на вас такие минуты, Что вы скучаете, ропщите, Иногда я подкарауливал и слезы. Век свой одна, Не с кем слово перемолвить, Жалуетесь вы. Внучки разбегутся, Маюсь, маюсь весь свой век, Хоть бы Бог прибрал меня. Выйдут девочки замуж, Останусь как перст и так далее. А тут бы подле вас сидел почтенный человек, Целовал бы у вас руки, Вместо вас ходил бы по полям, Под руку водил бы в сад, В пикет с вами играл бы. Браво, бабушка, Что бы вам Полно, Борис Павлович, Вздор молоть. Печально со вздохом сказала бабушка, Ты моложе был, поумнее, Вздору не молол. Она через очки посмотрела на него, А Тит Никоныч так и уевается около вас, Чуть на вас не молится всегда у ваших ног, Только подайте знак, И он будет счастливейший и смертный. Марфенька не унималась от смеху, Бабушка немного покраснела, Вот как! И жениха нашел, Сказала она небрежно. Что ж, Продолжал шутить райский, Вы живете домком, У вас водятся деньжонки, А он бездомный, Вот бы и кстати! Так это за то, Что у меня деньжонки водятся, Да дом есть, И надо замуж выходить? Богодельный, что ли, Ему достался мой дом? И дом не мой, а твой, И он сам не беден. А это на что похоже, Что вы хотите женить меня из-за денег? Ты можешь понравиться девушке, И она тебе тоже, Она миленькая. Вы с Титом Никонычем Тоже друг другу нравитесь, Вы тоже миленькая. Отвяжись ты со своим Титом Никонычем, Вспыльчиво перебил Татьяна Марковна, Я тебе добра хотела, И я вам тоже. Пустомеле, право, Пустомеле, Слушать тошно, Не хочешь угодить бабушке? Так, как хочешь. А вы мне отчего не хотите угодить? Я еще не видал дочери Мамыкиной, Не знаю, какая она, А Тит Никоныч вам нравится, И вы сами на него смотрите как-то любовно. А вот еще, перебила Марфенька, Я вам скажу, братец, Когда Тит Никоныч захворает, Бабушка сама. Ты, сударыня, что? Крикнула бабушка сердито. Молода шудить над бабушкой? Я тебя и за ухо, да в лапти. Нужды нет, что большая. Он от рук отбился, Вышел из повиновения, С Маркушкой связался последнее дело. Я на него рукой махнула. А ты еще погоди, я тебя уйму. А ты, Борис Павлович, Женись, не женись, Мне все равно, Только отстань и вздору не мели. Я вот Тита Никоныча принимать не велю. Бедный Тит Никоныч Комически со вздохом произнес райской И лукаво взглянул на Марфеньку. Ну вот, бабушка, Наконец вы договорились До дела, до правды. Женись, не женись, как хочешь, Давно бы так. Стало быть, и ваша, и моя свадьба Откладываются на неопределенное время. Дело, правда, Ворчала бабушка. Вот посмотрим, Как ты проживешь. По-своему, бабушка. Да хорошо ли это? А как же? Уже ли по-чужому? Как люди живут? Ворчала бабушка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!